Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В начале отношений с молодым человеком чувствовал эмоциональный подъем, прилив энергии, женственность, наполненное состояние и желание делиться счастьем. Мне было хорошо, спокойно без него, с ним в разы лучше. Спустя где-то два с половиной месяца все это стало куда-то исчезать. Чем это может быть связано? Может ли это быть связано с отношением с самой собой? С моим образом жизни, дом, работа. Или с тем, что мужчина проявляет в отношениях не так, как мне бы этого хотелось. Я понимаю, что причина может быть как в одном, так и в другом, поэтому не могу разобраться в чем дело, чтобы принять решение завершать эти отношения или нет. Просто в начале я была уверена в его чувствах на все сто и чувствовала полное доверие и спокойствие в отношениях с ним. Но в какой-то момент стало уже не так, как было. Я стал заниматься выяснением отношений, чего сама не люблю. И мне кажется, что он тоже не чувствует себя таким счастливым, как это чувствовалось раньше. Сам говорит, что все нормально, его все устраивает, кроме этих моих загонов. Что может быть причина таких перемен? Ну, вообще говоря, если в общем, то на мой взгляд, дело в том, что вы стали распылять, судя по всему, свои личные границы. Стали их, судя по всему, стирать, то есть они у вас как бы сходят на нет. Я имею в виду личные границы ваши, сходят на нет. И в общем и целом, когда личные границы стираются, то человек начинает как бы, на мой взгляд, больше нуждаться в... Ну, ну, в другом, то есть в партнера, вот, больше, больше получается нуждаемость. То есть нуждаемость очень сильно в этом, в этом смысле вырастает. Вот, и на мой взгляд, именно это произошло с вами. То есть нечеткость ваших личных границ, она начала приводить к слиянию с человеком и, как результат, попытка переложить ответственность на другого за свои потребности. Например, потребность за свое счастье, например, появилась тревога, что человек вас бросит, вследствие чего вы стали, ну, вот, выяснять отношения, вследствие чего вы стали, ну, грубо говоря, ссориться. Вот, и это вот по итогу стало приводить вот к таким довольно-таки неприятным, как вы сами видите, последствиям. Что здесь, в принципе, ну, в целом можно сделать? Ну, во-первых, поработать со страхом, например, с ревностью, например, со страхом одиночества, вот, самооценкой. Кстати говоря, вот, именно эти вещи, эти вещи действительно имеют детерминанту в виде вашего образа жизни. Это правда. То есть, условно говоря, если ваш образ жизни... вас, ну, как-то устраивает, да? Если вам нравится, как вы живете, если это... как-то вот вас реализовывает, и вы чувствуете, соответственно, свою ценность, вот, то подобных переживаний у вас не было бы. Так вот, фиксации на человеке столь серьезной, столь сильной не было бы. Раз это есть, значит, вот, как-то с ощущением ценности не все в порядке. Судя по тому, что вы спрашиваете относительно того, как вы взаимодействуете сами с собой, я думаю, что вам не чужды внутренние конфликты, некоторые противоречия, вот, с которыми вы вполне вероятно сталкиваетесь, и вам это вполне вероятно мешало. И дальше я бы поработал с личными границами, потому что, на мой взгляд, они у вас стердят. Но нужно понимать следующий момент, что работать с личными границами сейчас, вот именно сейчас, нет смысла, потому что вы решаете свою внутреннюю потребность. через, ну, через, через это, через их отсутствие, например, вот, вы решаете эту, эту, ну, ну, проблематику свою. Поэтому, ни в коем случае нельзя путать и смешивать вот эти вещи. В общем, они разные и, ну, воспринимать их нужно так же по-разному. Вот. Это не одно и то же. Дальше. Что бросилось в глаза? Да. Ну, глаза бросилось, пожалуй, то, чтобы вы, как-то вот, как будто склонны решать за другого человека, да, то есть вы говорите, что он тоже не счастлив, то есть вот, как-то в этом смысле вы... обращаете внимание, да, получается, на него больше, а не на себя. Вы говорите про то, что он относится к вам не так, как вы хотели бы. Я думаю, что там тоже, на мой взгляд, довольно интересный аспект, потому что, когда человек относится к нам, ну, вот, не так, как мы это хотим, да, то, на мой взгляд, в этом смысле речь идет про... про наши ожидания. То есть речь идет про то, чего мы от человека как бы ждем. Вот. И ожидания, наши ожидания, это про наши же потребности. Поэтому необходимо здесь, на мой взгляд, рассмотреть, что стоит за вашими ожиданиями, чтобы вы, вот, несколько, ну, более, может быть, продуктивно, да, более экологично, если можно использовать такое слово, то, чтобы вы выражали свои потребности, свои желания и получали бы на это какую-то обратную связь. Еще меня, мне бросилось в глаза то, что вы хотели бы, вы хотите делиться счастьем. Вот. Вот. Я не мог не обратить на это внимание, в самом деле. мне показалось в этом, мне показалось, что я увидел в этом, в этом несколько, некоторое проявление демонстративности, вот. То есть, ну, знаете, такое вот, типа, желание показать, что вот я счастлива, вот у меня все в порядке, вот у меня все хорошо. Вот. То есть, это вот тоже про попытку самоутвердиться. Вот. Ну, вот, примерно, такой ответ. Я гландал. Сейчас, ну, сейчас, с точки зрения, вот, психотерапии, с точки зрения психологии и с точки зрения психологии, своего опыта, вот, который у меня есть. Надеюсь, что вам это было полезно, интересно и дало вам какую-никакую пищу для размышлений. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать, позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постелаты для психотерапии, желаю вам всего самого, самого доброго, удачи, обращайтесь. Одна. ола. Продолжение следует...